Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключение нашего любимого щенка Хэнка. Ой-ой-ой, бедняжечка, очень хочет спать, кроме того, еще хочет в туалет. Ну что же, друзья, давайте-ка отведем его в туалет, пусть пока делает свои дела. Итак, друзья, сегодня мы будем рассказывать о тех подсказках, которые вы просили наши подписчики и зрители. Кроме того, друзья, сегодня мы еще и передадим привет. На начале давайте-ка хорошенько по-моему покупаем нашего Хэнка. Да, здорово. Кстати, друзья, ему еще можно будет дать зелье уменьшения, которое есть у нас на отличие, появилось после такого, как сделали обновление. Ну, в принципе, он у нас маленький, не надо его уменьшать, но тем не менее. Так, здорово, друзья. Итак, давайте-ка покормим нашего Хэнка, дадим ему какую-то вкусняшку и передадим привет. Итак, друзья, большущий-большущий привет всем зрителям на нашем канале, кроме того, подписчикам. И особый привет Ксении Бобровой. Ксения, большущий-большущий тебе привет от нашего любимца Хэнка. Ну что же, сделаю я сегодня нашему Хэнку вот такой вот чудесный арбузный день. Вот, и еще дадим какую-то вкусняшку. Вот, давайте-ка мы дадим, друзья, ему еще вот это буррито. Да. Вот. Сосиска в тесте. Интересное блюдо, которое называется буррито. Ну вот. Хорошо, друзья, здорово накормили. А теперь давайте-ка его переоденем. Одна из подписчиц попросила сделать нашему Хэнку интересный костюмчик. И это костюм серфера с необычной шапочкой. С шапочкой акулой, как будто серфера кусает акула. Итак, посмотрим, посмотрим, что же у нас получится. Да, вот такой вот получился забавный, прикольный, симпатичный Хэнк. Ну что же, Хэнк, пойдем с тобой на остров, половим что-нибудь. Итак, друзья, сегодня вы просили рассказать о вот таких вот интересных подсказочках. Так, и просили рассказать, друзья, как поймать деда лося, нильского крокодила, райскую птицу, пеликана, саблезубого тигра и тукана. Ну что же, друзья, кроме того, еще закрыть страничку 12, 6 и 18. Итак, друзья, сегодня мы это все для вас сделаем. Вот, кстати, друзья, вот и сразу же попался к нам дед лось. Очередное фото, смотрите, как здорово. Очень хорошо в тему как раз. И еще давайте уже этого жеребца сфотографируем. Ну что же, друзья, давайте-ка я с самого начала пойду по ваших подсказочках, а потом попробуем поймать какое-то редкое животное. Например, злоторога. Итак, друзья, как же поймать деда лося? Пойдем-ка мы, друзья, с вами сразу же в вкладочку с лосями. Так, вот они, всевозможные лоси, бизоны, большие копытные рогатые животные. Итак, вот здесь у нас дед лось. Фотосессия с ним закрыта, мы за него получили приз. А чтобы его, друзья, поймать, нужен главный ингредиент, это грибы. Он любит их кушать. А дальше вот такая вот интересная подсказка игрушки. Итак, дед лось любит шлем викинга, кроме того еще барабаны конги и современный диван. Мне же удалось, друзья, поймать его целых, видите, 29 фотографий. То есть и арфа, и ящик с шариками, золотая карусель, наушники, чемодан, чашка. То есть достаточно много игрушек. То есть, я думаю, проблем, чтобы поймать его у вас не должно быть. Главный ингредиент это ставки грибы. И вот анализируя ситуацию, мне наибольше он попадался на лавовом плата. Вначале, а потом уже начал здорово попадаться и на здесь, и возле водопада. Но в основном, друзья, это было, конечно же, лавовая плата. Ну, с дедом лосем понятно. А сейчас, друзья, давайте-ка перейдем к крокодилам. Итак, что же нужно, чтобы поймать нильского крокодила? Нильский крокодил, друзья, вот видите, 11 фотографий из 15, пока фотосессия с ним не закрыта. Итак, нильский крокодил любит пляж и любит кукурузу. Два главных условия. А дальше, друзья, уже надо экспериментировать. То есть специально я его не ловил. Он, видите, любит туалетную бумагу и погрузчик. Так, специально я его не ловил, но тем не менее, он у меня попадал. И, по-моему, на лавовом плата он тоже попадал. Хотя я вижу, вот по фотографиям все, как бы пляж. Хотя, может, мне показалось. Но, тем не менее, вот смотрите, попадался он у меня на скейп, на подушку, на распылитель, на желтый бассейн, глобус, чемодан, пылевик, изображение инопланетянина для фотосессии и кресло-качалку. Ну, как-то вот так. Когда мы дойдем до него, специально нужно будет, конечно, закрыть фотосессию. Пока специально я его не ловил. Итак, следующая подсказка. Это у нас райская птица. Так, давайте-ка я зайду в вкладочку с попугаем. Где-то она здесь, на следующей странице. Ага, вот, друзья. Итак, райская птица. У меня фотосессия закрыта. Всего 31 фотография собрана. Итак, главные условия, чтобы поймать райскую птицу, это ананас. Очень любит этот фрукт. Это животные. Кроме того, друзья, Райская птица любит пылевык. Вот такую вот забавную игрушку. Игровую приставку и машинку на радиоуправление. Мне удалось 31 фотография. Вот видите, и пенек, и урна, и зеленая качелька. То есть, друзья, я думаю, проблем не должно быть у вас. Потому что очень здорово идет. Наибольшая, по-моему, она и шла у меня, друзья, на водопаде. Хотя на других страничках она тоже попадалась. Вот и золотая качелька, и коврик, и лазер, и изображение робота. В принципе, довольно-таки неплохо она и шла. По-моему, даже на всех она страничках у меня и шла. Наибольше, конечно же, я вижу на водопаде. Вот попадалась. Ну что же, друзья, пробуйте, экспериментируйте. А сейчас мы переходим к следующей подсказке. И это подсказка пеликан. По-моему, друзья, пеликан у меня еще и не закрыт. Ну, сейчас мы посмотрим. По-моему, одной фотографии не хватает. Да. Вот видите, друзья, пеликан одной фотографии не хватает, чтобы закрыть фотосессию с пеликаном. Всего нужно 19 фотографий. Итак, главные условия. Пеликан любит лавовая плата. И пеликан любит арбуз. Кроме того, пеликан любит башмак. Ага, вот еще вонючий ботинок причем. Вот, здорово. И четвертая подсказка. Давайте-ка я ее открою. Что же любит пеликан? Огнетушитель. А ну-ка, друзья, я посмотрю, нет ли этих игрушек у меня возле пеликана. Башмак и огнетушитель. Так, подгружается. Если, друзья, нет, есть возможность сейчас попробовать установить вот эти две игрушки и попробовать закрыть фотосессию с пеликаном. Пока что-то не вижу, ни башмака. Ага, вот с огнетушителем я его снимал. А как насчет башмака? Подгружается, подгружается что-то, друзья, никак не может подгрузиться. Ну, будем считать, что не было. Игрушки. Ага, вот. Да, не было, не было игрушки. Давайте-ка, друзья, мне очень интересно посмотреть, удастся ли не удастся. Установим арбуз и попробуем поймать пеликана. Так, давайте-ка я закрою, друзья. Потом перейдем к следующим подсказкам. В принципе, у нас только остался саблезубый тигр и тукан. Но, тем не менее, давайте-ка я, друзья, положу кусочек арбуза. При том, сегодня вот такой вот завтрак у нашего еще Хэнка был арбузный. Ну, попробуем, посмотрим, что из этого получится. Конечно, хорошо бы было бы положить ботинок. Но пока давайте-ка вот так попробуем, посмотрим, что из этого получится. Итак, что же сюда к нам попал? Вот попалась турбо-черепаха. Ага, вот есть пеликан, видите, друзья, есть пеликан. Вот сидит на этом королевском диване. Но кроме пеликана... Нет, нет, подсвечивается, друзья. Да, подсвечивается пеликан. И да, да, здорово. Смотрите, друзья, как замечательно. И мы закрываем фотосессию с пеликаном. Вот так здорово, чудесно. Вот так замечательно сегодня получилось. И мы закрыли очередную фотографию. И уже на четвертой страничке уже 4 птички мы закрылись. Осталась птица Додо и остался аризонский феникс. Итак, очень неплохо, очень хорошо, друзья. Хорошее начало. А сейчас давайте-ка перейдем к саблезубому тигру. И потом еще к тукану. Итак, саблезубым тигром, друзья, очень все непросто. Вот это у нас не пятый, это шестая будет страничка. Вот саблезубый тигр сверху. Всего 4 фотографии удалось мне собрать. Вот есть подсказка, что саблезубый тигр водится только у нас на лавовом плата. Кстати, друзья, кто в курсе, возможно, пишите в подсказках. Мы озвучим ваше фамилию, имя и как лучше поймать саблезубого тигра. Ну, а пока что я могу сказать, друзья. Вот удалось мне поймать на вот эти подсказки, которые есть. То есть, на лавовом плате мне удалось его поймать на корону, на бассейн для вечеринок и на автомойку. Кроме того, еще попался вот такой вот забавный на игрушку танцбол диско. Ну и пока все, друзья. То есть, нужно экспериментировать. Только 4 игрушки. То есть, если кто в курсе, как ловить вот этого замечательного саблезубого тигра, пишите в комментариях, и мы озвучим. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка еще посмотрим насчет попугая тукана. Тоже один, то ли, я извиняюсь, то ли подписчица, то ли подписчик попросил еще открыть тукана. Кто-то из подписчиков. Ну что же, друзья. Вот, 43 фотографии тукана. То есть, очень много. Даже, я думаю, нет смысла озвучивать. И так, тукан очень любит буррито. Вот главные условия. И вот такие вот забавные игрушки. Валетбольный мяч, вентилятор и еще чемодан. То есть, я не буду озвучивать. Вот, смотрите, друзья. И вот такой пляжный мяч, и кепка, и стиральная машина, и диван. То есть, тут проблем не должно быть. Главное, сложите буррито. А там, я думаю, попадется он у вас. Ну что же, замечательно. А сейчас, друзья, давайте-ка посмотрим. Попросили подписчики закрыть страничку 6, 12 и 18. Посмотрим, что же за странички. Если там немного животных, тогда, возможно, действительно получится. Ага, вот, это 6, это с облезубый тигр. Нереально, друзья, открыть. Нереально, то есть, без подсказки не могу я закрыть вот эту страницу. Давайте перейдем к 12 страничке. Возможно, там будет полегче. Вот, 12 страничка, то же самое. Но сегодня мы попробуем, друзья, закрыть злоторога. Кстати, вот мне Ирина Григорьева написала, что злоторог любит корону и бассейн для вечеринок. Ну, давайте я попробую вот эти две игрушки. Выберу сейчас вот на лавовом плане плата корону. И золотую корону, и бассейн для вечеринок, возможно, все же удастся. Вот только непонятно, какую еду ему уложить. То есть, друзья, тоже кто в курсе насчет злоторога, то есть, напишите хорошо. А то вот Ирина Григорьева написала, что бассейн для вечеринок, злоторог, корона. То есть, не совсем я понял. Ну, догадываюсь, что вот так она хотела помочь нам. Ну, попробуем, друзья, сейчас. И давайте-ка сразу же, друзья, посмотрим, что за 18-я страничка. Что здесь? Много ли животных нужно закрывать? Так, ага, здесь Пегас, Молния и Единорог. Тоже, друзья, очень, очень непросто закрыть вот эти странички. Никак мне не удается. Вот Пегас, Молния водится на пляжу. Как я не пробую, не получается мне его поймать. И то же самое с Единорогом. Несколько раз я пробовал, не удается его поймать. Ну, что же, друзья, нет, нереально пока мне закрыть вот эти животные. Давайте-ка сегодня попробуем поймать злоторога. Итак, перейду я, друзья, на страничку 12. Вот, и перейдем с вами сейчас на лавовая плата. Итак, друзья, к сожалению, видите, в злотороге нет подсказки, на какую еду он идет. Только вот эти три игрушки и лавовая плата. На эти игрушки мы поймали, кроме того, еще поймали на бассейн. То есть, есть четыре фотографии, а нужно еще шесть фотографий. Ну, что же, друзья, давайте-ка я перехожу пока вот сюда. Вернее, переходить не надо, мы находимся на лавовой плата. Давайте-ка, друзья, я пока положу здесь бассейн для вечеринок и выберу корону. И попробуем, друзья, все же поймать вот этого злоторога. Итак, давайте-ка, пока я вот этот королевский диван заберу. Хотя, возможно, друзья, давайте-ка мы его оставим. Королевский диван, возможно, злоторог на него лучше пойдет. А давайте-ка, пока я вот этот два батута заменю. Вот. На этот бассейн для вечеринки. Вот так, здорово. И еще какую-то игрушку заменю на... На-на-на-на-на. Ну, давайте, возможно, вот эту машинку попробуем. Попробую заменить ее на корону. Вот. Только, друзья, я надеюсь, что корона у нас в мелких игрушках, а не в больших. Так, вот пока просматриваю. Что-то не вижу. Вот она есть. Да, здорово. Итак, готово. Готово. Наживаем. И осталось только выбрать продукт какой-то интересный. Ну, что же, друзья, давайте-ка пока... Давайте-ка, пока я ставлю арбуз. Посмотрим, что из этого получится. Потому что раньше я ложил и тортики, и другие продукты. А, возможно, действительно на арбуз пойдет или на другой продукт. То есть, друзья, нужно экспериментировать. Так. Итак, кто здесь у нас попал? И здорово. Друзья, смотрите, давно я искал, и попались неожиданные звери. Попалась морская черепаха. Ага, я фотосессию с ней уже закрыл. Кроме того, еще попался вот замечательный вот этот крокодил-зубрилка. Тоже довольно-таки неплохо. Неплохой фотографии. И вот, смотрите, друзья, какое классное фото. Попался, кроме того, еще и аллигатор. У нас 18-е фото. И так очень неплохо, очень здорово. Ничего себе, сколько редких животных попалось. Кроме того, друзья, смотрите, мы искали давно индийского кабана. И вот очередное фото. Неожиданно, неожиданно очень много животных пришло на арбуз. Причем очень много из них подсвечивается. Вы смотрите, здорово. Практически весь экран. Все животные на этой страничке. То есть, довольно-таки неплохо, друзья. Ну что же, давайте-ка еще раз попробуем обновить. Посмотрим, что из этого получится. Возможно, все же удастся привлечь еще более редких животных. И так. И так, и так пошло обновление. Вот. Посвечивается черепаха. Ну, не идет. Не идет у нас на арбуз, друзья. Ну, давайте-ка уже еще третий контрольный раз сделаем. И попробуем заменить продукт. И так, кто в курсе, вот Ирина нам подсказала, а насчет продукта не подсказала. То есть, нужно экспериментировать. И так, вот смотрите, третий раз я обновил и ни в какую. Вот только кабанелла у нас попалась. Вся подсвечивается. Это симпатичная свинка. Ага. Значит, это не кабанелла подсвечивается. Это у нас вот этот шимпанзе-австронавт подсвечивается. Да. Да, здорово, здорово. И так, друзья, не получилось. Не получилось у нас поймать на арбуз. Давайте-ка я попробую заменить арбуз на другую еду. Давайте-ка, друзья, попробуем заменить. Что же может хотеть злоторог? Возможно, он захочет сена. Все-таки сена для лошадей, для козликов. Это лучшая еда. Ну, попробуем, друзья. Давайте-ка мы попробуем несколько раз. И на этом, друзья, уже будем прощаться. Довольно-таки много занимает наше видео времени, чтобы не уставал наш зритель. То есть, лучше уже завтра сделаем новые видео. И здорово, друзья, у нас попался старина еж. Кстати, тоже очень редкие животные. И вот, смотрите, друзья, 28-я фотография. Очень неплохо. Кроме того, еще попался и носорог. Тоже как бы неплохая фотосессия. Ну, что я скажу, друзья. Довольно-таки здорово. Сегодня мы с вами справились. Поймали много редких животных. Конечно, не все удалось. Но на этом, друзья, наверное, уже и будем прощаться. Сейчас последний раз я обновлю. Ну, зайдем и посмотрим на состояние нашего Хэнка. Итак, друзья, нет, не получилось. Не получается у нас привлечь вот ни на корону, ни на бассейн для вечеринок, злоторога. Возможно, нужно пробовать разные продукты. Возможно, на какие-то он лучше идет. Пока не удалось это нам. Ну, что же, давайте-ка пока посмотрим, какое состояние нашего Хэнка. И да, друзья, он уже устал. Итак, друзья, другие приключения нашего любимца смотрите, друзья, в плейлистах. А на этом мы прощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте верхний правый угол на колокольчик, и вам будет приходить оповещение о новых видео. А пока мы прощаемся. Всем пока-пока. До новых встреч.